Девушки отдыхают Когда я первый раз пришла в реанимацию, я бы скачала со слезами Я вот смотрю на этих пациентов, мне кажется, что Иисус вот так на кресте не мучился, как они Если я выкарабкаюсь, то я обязательно им должен сказать слова «благодарность» Это здание детской поликлиники Еще 9 месяцев назад сложно было представить, что здесь развернут ковидный госпиталь Что здесь, в этих стенах, будут лечить пациентов, которые находятся на грани жизни и смерти Вообще, 2020 год многое нам показал И мы уже свыклись с тем, что теперь нам предстоит жить в новой реальности, ковидной реальности Маски на лице стали незаменимым атрибутом А слова «ЦР-тестирование», «Санитайзер» и «Социальная дистанция» Уже прочно вошли в обиход каждого жителя нашей планеты А все общество разделилось, скажем, на два лагеря Это врачи и пациенты «ЦР-тестирование», «Санитайзер» и «Санитайзер» Вы помните этот момент, когда вы узнали о ковиде? Что вы подумали про этот вирус? Появился новый тип вируса Конечно, во-первых, он еще пошел с конца 2019 года Когда первые случаи были в Китае и немало пошло летальных исходов Мы уже понимаем, что вирус-то очень серьезный, вирус-то грозный Информации было тогда ведь немного Мы не знали патогенеза данного заболевания И конкретно лечение, чтобы 100% что оно помогло, его же не было Паники, страха, растерянности не было Нет, я не могу так сказать Может быть, на фоне... Мы же тоже люди Мы же такие же люди, как все со своей психикой, со своими мировоззрениями И, может быть, как обычный человек Может быть, страх за близких Что могу я своим присутствием, наверное, нанести вред их здоровью Да? Наверное, скорее всего, это было Когда только-только появились первые Конечно, было нам как-то и страшновато все-таки И мы сами ожидали, что и как это будет Звонков изначально, как только появился коронавирус Можно спросить у диспетчеров И мы это видели, что телефон не замолкает На все телефоны звонили Спрашивали все, боялись, у нас ковид или не ковид, что нам делать Вы знаете, я помню первый рабочий день Когда мы пришли, мы стали одевать костюмы И надо было же научиться дышать в этих респираторах И когда мы одели, так скажу, сотрудника, который должен был подниматься И вот у нее, честно, началась паника Вот когда она одела очки, одела вот этот костюм, одела респиратор И у нее был такой вот стоп Я не пойду, я не смогу работать И потом мы так тихонечко-тихонечко поговорили Вместе поднялись, вместе поработали Все, дальше пошло как-то вот уже по накатанной Вы помните вашу первую смену, когда вы пришли? Конечно Вот опишите ваше внутреннее состояние, если вы помните Да, очень настороженно, потому что большинство моих коллег, с кем я работаю, уже работали здесь И я был наслышан о том, какая здесь работа довольно-таки трудная Трудность заключалась в том, что она необычная Я 10 лет работал врачом-невропатологом И вот появился в этом отделении И своя специфика во всем присутствует Начиная даже от заполнения медицинской документации, от осмотров пациентов И от подачи тех же самых отчетов, которые требуется подавать дважды в сутки Дальше была еще маркировка, помню-то, но сейчас мы ее, конечно, используем Все, что врачи зеленые, медсестры, желтые, санитары красные А что это за маркировка? Чтобы пациенты и даже люди, кто в зоне находится, там, пациент же персонал, они же не любят Костюмы же трудно, я только говорю, ну, чтобы к нам, кто врач, кто медсестрат, к каким-то вопросам можно было бы обратиться Какова работа в этих костюмах? Это, наверное, жарко, если они... Да, совершенно верно, они же не дышат В них, если еще интенсивная работа предстоит, допустим, пациент, нуждающийся в интенсивной терапии Особенно если еще нужно... Поймите, на койке же они просто так в стационаре не появляются Их нужно принести, донести до машины, привезти из машины уже в стационар Поднять на отделение, это все труд, это физический труд И особенно если ты работаешь в этих средствах защиты, это тяжело Плюс, конечно, видимость очень плохая, очки запотели, ты ничего не видишь, грубо говоря Работаешь, можно сказать, на ощупь Сложно дышать с непривычки в респираторе Очки давят, все давит, болят щеки от этого всего Конечно, ну да, неудобно, в двух перчатках, ни вен, ничего не чувствуешь Но потом привыкаешь, потом как-то и не чувствуется это всего Было сначала неудобно, неприятно, в связи с тем, что нам стали носить эти костюмы, сесть В них все-таки есть какие-то трудности по работе Но сейчас уже столько времени отработав, мы уже к этому относимся очень нормально, как бы сказать И одеваемся уже быстрее, меньше времени затрагивая на вот это все одевание Так что обычные трудовые будни Для работы в красной зоне медики используют вот такие вот многоразовые противочумные костюмы Их дезинфицируют, верно, да? В каждой раз? По кварцам или как? Замачивают, стирают Ага, то есть, получается, после каждого бронзита в красную зону их обрабатывают А потом можно их еще раз использовать, да? Да, до 12 раз Ага, а у них есть какие-то преимущества перед вот этими, которые одноразовые? Они удобнее или... Их гораздо быстрее одевать, если что, быстрее и проще, чем одноразовые костюмы Одноразовые костюмы у нас, в принципе, тоже есть Да, на разных модели Как видите, здесь инструкция по одеванию одноразового костюма Она достаточно большая Тут много завязок В одиночку неловко все эти завязки Спереди, сзади, там, да, сям Причем очень неловко одевать, поэтому я предпочитаю одноразовые костюмы Ага ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда они поступают в тяжелое, да, с большим поражением легких, вот им не хватает воздуха, они начинают задыхаться, да, мы включаем, даем им кислород, и им становится легче. Мы помогаем больным, ухаживаем за ними, да, это могут быть такие манипуляции, как обмыть человека, да, покормить его обедом, можем медсестре помочь разнести таблетки. Опять же, поддерживаем чистоту во всем отделении, она достаточно тщательно соблюдается, то есть это обязательно обработка всех поверхностей достаточно сильными дезорастворами. Скажите, пожалуйста, насколько это тяжело морально? Я, конечно, не медик, но вот я сейчас побыла здесь минут, наверное, 10 всего, мне уже немножечко жутко, и хочется плакать от того, что людям действительно тяжело. Вы знаете, я вообще в реанимации, да, начнем с той реанимации, я очень долго привыкала ко всем этим видам, где-то полгода. И совсем недавно я вот согласилась выйти вот именно вот к больным, потому что для меня это тоже было очень тяжело. Я когда первый раз пришла в реанимацию, я выскочила со слезами, поэтому ваша реакция вполне нормальная. Я очень долго привыкала. Ну, а врачи, медики, медсестры, как можно сказать, человек с профессией приобретает новые навыки. Не сказать, что он становится черством, он профессионал, да? Любой врач, любой медик, он профессионал, поэтому он действует четко, без всяких лишних эмоций. У нас уже за плечами уже немало стаж работы, поэтому нам нужно знать и уверенно идти, и работать, и помогать. И если даже в душе у тебя что-то есть, какие-то волнения, по крайней мере, пациенту их не надо показывать. Человек, когда лежит на трубе, вот, что дышит за него аппарат, при этом он в сознании, у него же вот от этих вязок раны на лице, ну, понятно, что он сам плохо себя очень чувствует. Я вот смотрю на этих пациентов, мне кажется, что Иисус вот так на кресте не мучился, как они. Но очень было тяжело, потому что температура, когда почти 39, и в течение пяти дней, это можно с ума сойти, да? Не спать, спать не можешь, ничего. Избить температуру надо как-то. Врачи около тебя же не будут стоять. Но я понял, что, наверное, я болею еще таким ковидом, наверное. И вот уже, когда стал предел, уже, ну, пять, сколько, пять ночей почти не спал, я понял, что это, эту ночь я больше меня ранее выдержу уже. Ну, изначально пациенты, если они уже заведомо известны, что у них ковид, и дома им просто тяжело лечиться, они не справляются сами, они сразу напрямую поступают к нам. Если они в тяжелом состоянии изначально, они могут сразу поступать в реанимацию. Если это неопределенный какой-то случай, то есть мы не знаем, ковид это или не ковид, или просто пневмония какая-то, они поступают в обсерватор, там обследуются, и потом распределяются, соответственно, терапией инфекционной или к нам. Вот я, наверное, был первый там, который попал туда. Потому что я был один пока вроде, наверное. Потом начали поступать. Ну, я попал в таком тяжелом состоянии, уже на грани был. Я почему согласился с вами поговорить еще, когда я лежал там, когда боролся как бы с помощью этих врачей, которые занимались со мной, да, я тогда, я говорю, если я выкарабкаюсь, то я обязательно должен сказать слова благодарности. Силы уже никаких нет, с кровати нельзя вставать. Под кислородом уже дышишь. И вот эти добрые слова, вот эти мои сестры, которые врачи меняют, просто успокаивали, сказали, Федор Ильичевич, ничего, мы должны это, вытащим тебя. И вот это успокаивало и давало силы. Это, в общем, сердцемский процесс, чтобы пациент сочувствовал комфортно, в том числе и психически. Естественно, они боятся, естественно, им страшно, естественно, им плохо. Когда температура начала набирать обороты, у меня началась ломка, у меня пропало обоняние, у меня заболели глазницы, то есть все как должно быть. Я вызвала врача, и врач вечером пришла, послушала, посмотрела и сказала, что, в принципе, у меня болезнь протекает в легкой форме. Я говорю, а что значит такое в тяжелой форме? Через день я снова вызвала врача, температура начала еще более набирать обороты, то есть в общей сложности я с температурой провела 8 дней. Я считаю, что я очень тяжело перевалела, потому что мне было страшно усыпать ночью. Я думала, что я сейчас усну, и утром не проснусь. Как вели себя пациенты на месторождениях? То есть мы понимаем, они же там вообще изолированы от всего. Ну, был страх у них, и они переживали, что здесь они отдаленно находятся, но как-то справлялись, объясняли, смотрели их, что их состоянию на данный момент ничего не угрожает, давали рекомендации, а тяжелых забирали, вывозили в больницу. У нас ковидная бригада создана изначально, как только он появился, и мы постоянно на ней работаем. Не то, что часто имею в виду, а график составляется, и каждый раз приходишь на работу, смотришь, ты в ковидной бригаде или нет, и в месяц ты работаешь на ней несколько раз. Нагрузка, прежде всего, сразу же свалилась на нас. Для такого города колоссальная нагрузка именно на медицинский персонал. Я же не говорю только о бригаде скорой и медицинской помощи. И сам режим, вообще, учреждение здравоохранения. Ну, наверное, все-таки... Очень много было истерии. Именно как раз вот эти месяцы были самые сложные, и порой действительно, чтобы поесть, попить, иногда времени просто не было. Это проблематично. Во-первых, мы работаем в средствах индивидуальной защиты. Чтобы снять или попить что-то, нужно полностью, имеется в виду, снять средства индивидуальной защиты, обработаться правильно, да, то есть сколько мы времени потеряем. И потом же опять нам вызов дают, нам надо опять одеться, опять по всем правилам, да. То есть было такое, что даже некогда было попить, поесть. Это сложно было, на самом деле. Вахты были по две недели, но, вы знаете, в принципе, мы жили как одна семья. Вот, казалось бы, мы работаем в одной окружной больнице, да, и персонала ведь особо не знаешь других отделений. А здесь приходят из других отделений, и мы настолько вот все сплотились, и настолько людей узнали с другой стороны. Вот жили одной семьей практически. Вот что, как его, и медсестры, и санитарочки. И в первую же очередь в ковидное отделение идут люди-то ведь какие, да, они обычно вот такие, которые ничего не боятся, такие вот профессионалы. Больных коронавирусные инфекции перевозят на отдельном автомобиле, он стоит в изолированном в полсе. Кстати, вот эта карьерная скорая помощь только что вернулась с вызова, в ходе которого госпитализировали очень тяжелого больного, его поместили в реанимацию. И сейчас сюда придет человек, специально обученный, который будет проводить дезинфекцию. У меня в том месяце было 61 машина. В этом месяце уже машин 17, наверное, есть. А вы дезинфицируете хлор, содержащий хлор? Да, да, я развожу сама. И вот и мы работаем голым. Ничем не разводим. Это как я наливаю воду, таблетки, и все, и голым, и с лором. Все обрабатывается в машине, да? Все. Все. Вот как делаете дома генеральную уборку, вот так же я. Страшно было? Вот перед незвездочкой. Да, тоже было страшно. И когда вот первый раз вызвали на красную зону в реанимацию, вообще коленки даже прислались. Так было страшно. И не идите, не подреки. А в семье как? У вас, наверное, работы очень много, да, было? Хватало на время? Да, да. У меня внуки, мне если только позвонят. Бабушка, тебя вызвали? Мы из чистой зоны как спускаемся, конечно, всегда звонишь в семье и узнаешь, чем они там занимаются, да? У меня дочь в 10 классе, поэтому все равно нужно узнать, какие оценки, как уроки, как чего. Ну и в свою очередь они, конечно, очень переживали за меня, потому что все равно страх, он присутствовал. Потому что никуда не денешься, все равно, раз маму пошла, в ковидно, как, что. И каждый раз, когда придут, вечерочком принесут там какие-то продукты, допустим, салатики или еще что-то, с чем даже надо маму угостить, да, на лесенку положат, сами отойдут. Ну, многие знакомые стали меня бояться избегать. То есть, если вот моя лучшая подруга, я не прихожу к ним в гости ни в коем случае. То есть, видимся мы где-то на улице и стараемся видеться редко, потому что она очень боится ковида, очень боится, что что-то я ей принесу. Ну, такой момент есть. И она не одна такая. То есть, многие знакомые боятся со мной общаться. Я, наверное, из тех счастливчиков, которые перенесли это заболевание без симптомов. Паники и такого облегчения после перенесения этой болезни, ее не возникло. Я, конечно, понимаю, что да, есть люди, которые тяжело болеют, у них там есть сопутствующие заболевания, это очень страшно и печально. И есть знакомые, у которых умерли родственники и близкие люди. И, возможно, нужно относиться к этому серьезно, но не переставать жить, потому что жизнь все равно у нас одна. Такие сложные ситуации, они нам позволяют всегда посмотреть, кто есть кто и как кто себя поведет. Какой вывод вы для себя сделали, как врач, как человек? Ну, вы знаете, конечно, у нас не все гладко в сфере здравоохранения, вообще в Российской Федерации, да. Конечно, выявили, по крайней мере, в нашем Ненецком автономном округе, посмотрите, я бы обратила, в первую очередь, внимание на здание, на корпуса лечебные. И считаю, что нужно уже все приводить в соответствие. По крайней мере, инфекционную службу, это точно. У нас должны быть боксы, куда мы должны госпитализировать любого с любой инфекционной патологией, да, не боясь, что он заразит кого-то, находясь рядышком, да. Например, должны быть классические мельцеровские боксы. Это первое. Второе, у меня как бы вывод, когда собирали персонал, который должен был идти в работе в ковид, у нас ведь не было такого, чтобы все отступили. И в целом, все люди ведь пошли. Все работали, и никто не отказывался, и мужественно шли. Особенно тогда, когда мы не понимали, когда у нас очки запотевали в первый практически час работы. Мы вообще ничего не видели, мы не понимали, что с ними делать. То мылом натирали, да, чтобы посмотреть, но это все равно не помогало. Потом ждали, когда эти очки, наконец, запотеют, чтобы они хорошо запотели, чтобы эта струечка скатилась, и мы хоть через эту струечку, хоть видели бы лицо человека, пациента. Ну, наверху вот сегодня я была 7 с половиной часов. Да, и так почти каждый день вот здесь процедурно. Ну, пациентов достаточно много, то есть надо успеть всех полечить. То есть пока всем капельницы я не поставлю, уколы все не сделаны, пока я не выхожу. А сейчас не страшно, потому что уже опыт есть с работой с больными, да, и видишь, что уже и знакомые болеют, и на работе коллеги все-таки болели, да? Спокойно относимся к этому. Ну, инфекция, инфекция. А люди же болеют и другими заболеваниями, которые надо лечить, правильно? У нас служба 24 на 7. Круглосуточная. И вот в эти дни у нас круглосуточная врал. В режиме нон-стопа бригада приехала, переоделась, въехала, переоделась, въехала вот в таком вот уральном режиме. Приходилось и длительное время находиться в этих защитных костюмах, да? Мы можем остановиться, да? Да. Михаил, все, далеко нас? Ну, все, поехали. Извините меня на вызов. В следующий раз или чуть попозже. Сегодня у меня самая главная мечта – это построить инфекционное новое отделение. Чтобы оно не для меня нужно, оно нужно для жителей нашего округа. Жителям округа я бы пожелала беречь свое здоровье, потому что его купишь ни за какие деньги, да? Заниматься оздоровлением – это в первую очередь. И всего-всего тоже самое наилучшее. Я надеюсь, что все будут здоровы. И если ориентироваться именно на эту инфекцию, то, конечно, мы справимся с ней. И как можно с меньшими потерями, чтобы никто не болел. Ой, в 2021 году, конечно, мы ожидаем, что пойдет пандемия у нас уже на спад. Пожелать, наверное, все-таки понимания, терпения, но и относиться друг к другу действительно с каким-то уважением. Может быть, и вместе поборем от этого все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok